Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим новое совещание по двум вопросам. Первый вопрос – практическая редакция предприятий по строительству и капитального ремонта саратов в городе Сараты. И второй вопрос – ситуация саратов и саратов в городе Тарганск, в городе Сараты. Давайте приведем в индивидуальные итоги нашей работы. Есть какие-то изменения в части контроля за телеперевозчиками, которые нарушают графики? Мы в Бугану, в прокуратуру, в ГИБДД отослали очень много видеоматериалов. Вот буквально за последние две недели, как себя ведут автобусники, особенно выходные дни, как они перекрывают движение, и все, пока результат никакого нет. Вы когда ограничиваете количество рейсов, да, а они их нарушают, это какому-нибудь порядку вообще? Значит, сохраняем этот пункт, Минтрансу помочь, чтобы при работе в вечернем законопроекта попытаться предусмотреть ответственность за нарушение графика. Значит, они что делают? Там было пять, допустим, автобусов. Они выгоняют десять. Город говорит, нам два достаточно, уберите остальные. Они выгоняют по-прежнему пять, а то и десять. Едут впереди троллейбуса и собирают пунктиру. Понятно, но это не нарушение графика машины. Это нарушение графика. Это вообще незаконное предпринимательство. А вы обращались к самим перевозчикам. Они подтверждают, что они выводят три машины, этих водителей? Тогда претензии к ним. А если они говорят, да нет, у нас два маршрута, тогда это водители. Просто нахлобучивайте совершенно по другим статьям за незаконным предпринимателем. Мы демонстрируем здесь некую беззубость, потому что возьмите автомобильный грузовой транспорт, положите груз туда и попробуйте что-нибудь перевести без документов. Что произойдет? Ее тут же поставят на штрафстоянку и водителя, подчеркиваю, попросите сумасшедший штраф. Там даже искать будут владельца груза у собственника этого транспорта. А здесь вот я уже второй или третий раз принимаю участие. Мы как-то вот разводим руками, мы говорим, ну вот ничего не можем сделать, какие-то люди ездят. Ну только у каждой ситуации другая. Ну главное, если выезжают с карточкой маршрута. Карточку маршрута, оригинал, перевозчик им не дает. Соответственно, они ездят с копией. Этих копий можно наделать сколько угодно. Вот он с этих копий ездит. Когда этот вопрос его задерживают, перевозчик берет и привозит оригинал. Вот и все их истории. По нерегулируемым тарифам, по которым работает наш коллега города Саратова, договор по закону по 220 федерации не заключается. Провели конкурс, выдали свидетельство о правильной работе на маршруты. На каждое транспортное средство выдали карту. Все, договора там нет. Отзыв этой карты. Лицейский, да? Ну, на лицейский, от карты. Карта, если действует на работе на маршруте, осуществляется в судебном порядке. Значит, то, что с угадом будем продолжать работу однозначно, административу будем смотреть однозначно. Но я человек тоже не верил, что отыграл, нерегулировал маршрут, пообещал две машины выпустил пять, опустошил все троллейбусы от пассажиров, и мы только в суд должны идти. Что-то уж больно, хорошо, понимаешь? В том году мы закончили работу большую, тоже нам сделали, разработали новую транспортную схему по территории города Саратов. Она подразумевает изменения, в том числе и по маршрутам, сокращение маршрутов, исключение дублирующих, но, естественно, не в полном объеме, потому что не может в полном объеме быть исключено дублировать, потому что, если вы знаете, у нас трава и троллейбусы проходят по основным магистралям, так же, где у нас районы, связующие в маршрутке, проходят и автобусы. Поэтому и полностью исключить такой ситуации нельзя. Новый схема транспорта, подруги, снижение общего количества транспорта, но при определенных условиях развития всей транспортной сети города Саратов. Это и строительство дорог, и развязок. Но, чтобы реализовать, необходимы определенные затраты финансов, составляющие. Какой процент дублирует? Процент дублирует? Ну, там по каждому маршруту разные. Есть несловно. Всем саратовским и не саратовским депутатам вообще интересно. И вот прогревание, как оно прошло, сколько дублирующих, понимаешь, не только сэмбисов. Так делать нельзя. Во-первых, нам рассказывали эту схему, где вообще не предусмотрено там нулевое дублирование центральных маршрутов. Только муповские транспорты. Вы сейчас, вот как зомбируете у нас, невозможно обеспечивать только трамваями и троллейбусами. Не может не быть без дублирования. Объясните мне, почему специалисты говорят, что это должно быть, не быть дублированием. Они так сделали. В Москве они приводили пример. В Ленинград они приводили пример. Еще ряд регионов, я сейчас же не помню. Они приводили пример, где они это сделали и все работает. У нас нельзя абсолютно снять. Объясните, почему нельзя абсолютно снять? Невозможно заключить дублирование в полном объеме. Почему? Потому что у нас уличная дорожная сеть имеет свою специфику. Она проходит между двух каналов. Между железной дорогой, основной магистралью проходит. Соколовой, Кубыстой горой нашей. И Волгой. Поэтому в любом случае дублирование будет. Минтранс. Анализ программы из-за срыва при планировании зарплаты ниже среди региональной. То есть 18 тысяч вместо 29. Как это произошло и что делать? Произошло в связи с отсутствием необходимого количества средств выручки для открытия необходимой расходы. Выручки и дотации не хватает для того, чтобы повысить уровень заработной платы. Зарплата низкая, конечно. Ниже средней отрасли. Мы просили, чтобы вы подтвердили, вы подтвердили. Так что факт того, что при формировании программы предприятия зарплата занижена средняя в полтора раза меньше, чем по отрасли, это тема для дальнейшей работы. Сейчас мы получаем 46 рублей 20 копеек за час. Киев 7, Макдонекси 150 рублей в час. Мы требуем тарифную ставку 100 рублей в час. Я отработала с того 184 часа, я эти 18 тысяч должна получить, а не 7 тысяч. Сейчас нужно не перескакивать с одного на другого, а все-таки посмотреть, почему же никак нельзя поднять выручку и сократить издержки, те, которые можно. Выручку понятно, брать маршрут. Мы эту тему уже подняли и там наметили пути решения. Мы должны посмотреть на этот тариф, 23 рубля стоит проезд. И он рыночный для всех. Но и выяснили второй такой момент, что на плечах, так сказать, царгорода электротрансфер лежит содержание сетей. То есть это рельсы, это провода, это столбы и все остальное. Следует и логике, либо мы должны тогда автомобильному транспорту перевозчику нагрузить дороги, пусть они их тоже тогда содержат. Либо тогда, может быть, это и кромольное решение, но мы к этому должны будем все равно выделить в отдельный вид деятельности как раз все энергохозяйство, рельсы, контактные сети, столбы и так далее. Потому что их содержание, я вот не смог обнаружить, даже расходов нет содержания, они там где-то вот и либо в заработной платы, либо вообще не финансируются. Не практически не финансируются, но они есть. Ну они есть, но их нет, а расходов на них я не умею. Давай, поскайте проблемы. Они сказали, что собрание собирали. Ну слушайте, так звучит, что просто великолепно все получилось. А что вы мне говорите, что на эти собрания вы приложили все усилия, чтобы не попали те, кто, по вашему мнению, возмутители спокойствия. Я общался на тему с губернатором, ой, с вице-губернатором, тот звонил Кудинову и прямо в моем присутствии Кудинов подтвердил, да, что была такая задача. Всех неугодных на это собрание не приглашать. Вы же знаете, вы пригласили только тех, кто там как-то посерединке, да, планировали себе так это пригласить. Почему вы об этом не говорите? Это хорошо, что ваш профессионал сбоем, да, и смог добиться своей правоты. Факт безглаждения. Вы что, хотели там, травму, что ли? У нас серьезный вопрос номер два. Я принимаю твой вопрос. Послушайте, ну, Настя, вы поддерживаете то, что вы сказали? Да, нас не пускали до собрания. Зафиксировано, работа, съемка, хоть и добра. Нет. Да, они были опытом. Мы прошли это. Губернатор подтверждает, вице-губернатор подтверждает. Давайте рассмотрим вопрос, последний вопрос, двух пускостях. Они были, это понятно. Они прошли туда под нажимом вице-губернатора или еще кого? Нет, потому что они сами смелые и сильные. Знаешь, подтверждение факта не допускают. Ну, Кудинов, от его команды была, он подтверждает это. Я сам слышал эти слова. Кудинов. Кудинов, нет. Ну, вы связистите, он скажет, да, был. Значит, готовьте официальный запрос против комиссии Бурденков. Прямо завтра. Чтобы они на правильный 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 правильный. Но нам сказали на собрании, нас не пускать, а Глоба, Малданова и еще пара человеков. Так, значит, по последнему вопросу. Я, как человек культурный, раз мы давали срок 1-го, мы не будем вас трогать до 1-го. Но, Александр, наблюдите про то, что сказал Дмитрий Ильич, из 2-го мы не увидимся, согласовываемся со всеми двумя союзами, и завтра не появится беззаметно. Будьте советовать о коллективах, когда-то в Дмитрий Ильич, какой-то документ, связанный с мотивацией труда, по кондуктуру, по перегонщику. Ребята, последняя зарплата. Нет, но у нас ни одно требование совершенно не выполнено. По требованию. 4-го июня. Понимаете, вот 1-го, последний дат, раз обещаете работать, хорошо, пусть будет 1-го. Необходимо решать вопрос с мотивацией персонала. Вопрос заработной платы сегодня стоит очень остро. Люди недовольны. От этого снижается их производительность труда. Это влияет на безопасность движения. И, конечно, просто люди будут уходить. Никто не хочет сегодня работать за такую низкую заработную правоту. Нужно структурированно подойти к решению этого вопроса. Системно, что называется. Отдельно поработать над доходной частью. Отдельно поработать над расходной частью. И для того, чтобы, так сказать, обеспечить устойчивое финансирование, еще нужно обсудить вопрос, связанный с тем, что сегодня почти 70% выручки этого предприятия это все дотации либо субсидии городского или областного бюджета. Только 20% собирается, так сказать, непосредственно от продажи билетов. Может быть, имеет смысл рассмотреть вопрос о полном, так сказать, переходе на безвозмездной основе перевозки городских жителей. Для того, чтобы, с одной стороны, повысить конкурентноспособность перевозки. Естественно, так сказать, перевозчики альтернативные просто уйдут с этих маршрутов, потому что будет альтернатива и городской транспорт не будет возить бесплатно, с одной стороны. С другой стороны, можно просчитать полностью смету содержания, так сказать, вот этого хозяйства и профинансировать его целевым образом. То, что предлагается мной, например, передача в отдельный МУП всего энергохозяйства, подвижных путей, так сказать, там, опор или линии электропередач, я считаю, что тоже заслуживает внимания, потому что нужно реструктуризировать саму деятельность и непрофильные ее виды выделить в отдельные направления. Это тоже позволит отдельно осметить, посмотреть, значит, эффективность использования средств, которые тратятся на содержание, поддержание, и заложить расходы на модернизацию. Сегодня ветшают рельсы, сегодня, так сказать, падают столбы, и, соответственно, это тоже косвенно влияет на выручку, потому что, так сказать, если там дождем, я не знаю, размоют рельсы, то все, так сказать, трамваи остановятся, и, соответственно, перевозка будет остановлена, выручка упадет. Поэтому эта часть, она напрямую зависит от выручки предприятия и за качество оказания транспортной услуги. Поэтому сегодня нужно не перескакивать с одного вопроса на другой, а последовательно заниматься, так сказать, анализом деятельности, раскладывая ее по отдельным направлениям и в каждом этом направлении искать решение.